Климент Аркадьевич Тимирязев В 1843 году скончался в 1920. Это всемирно известный ученый-естествоиспытатель, педагог, популяризатор науки. Занимался он изучением влияния солнечного света на жизнь растений. В 1871 году он защитил магистерскую диссертацию под названием «Спектральный анализ хлорофила». А спустя 4 года, ему тогда, кстати, было 32 года всего, он получил уже докторскую степень за сочинение об усвоении света растениями. Но нетрудно догадаться, что он занимался именно явлением фотосинтеза, и он знал, в принципе, что свет усваивается благодаря зернам хлорофила. Это было уже известно науке. Но вот как происходит процесс, что там происходит, тогда еще было неизвестно. И вот как раз Климент Аркадьевич Тимирязев первым высказал мысль, что хлорофил не только физически, но и химически участвует в явлении фотосинтеза. Климент Аркадьевич Тимирязев родился в очень интересной семье. Полине отца, его далекий предок, в 1408 году приехал из Золотой Орды ко двору московского князя Василия I, кстати, сына Дмитрия Ивановича Донского. Звали этого предка Ибрагим Тимир Газей. Он крестился, стал Александром и получил фамилию Тимирязев. Ну, постепенно эта форма поменяла свое написание и стали называться Тимирязевым. Кстати, в переводе с тюркского эта фамилия переводится как «железный воин». А по линии, соответственно, отца, как я уже сказала, они были довольно знатными людьми. Вот перед вами герб рода Тимирязева. Кстати, там даже наверху видна такая своеобразная корона, порфиры. Это говорит о том, что они были довольно титулованной знатью. По линии мамы его предки тоже были не менее интересны. Дело в том, что если по линии отца дедушку Тимирязеву звали Семен Иванович, а бабушку Ольгу Михайловну, урожденная Юрьева, то по линии мамы дедушку Тимирязеву звали Клементий Карлович Боде, а бабушку звали Шарлотта Гарднер. То есть по линии мамы его предки приехали в Россию из Германии. Они до этого жили во Франции. В 16 веке после преследования гугенотов переехали в соседнюю страну. Ну а потом, уже, как говорится, спасаясь от французской революции 1789 года, гостеприимная Екатерина II пригласила всех эмигрантов в Российскую империю. И они постепенно осели в Россию матушки. А в декабре 1865 года Тимирязев стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Дело в том, что отец Тимирязева после окончания военной карьеры стал начальником таможни в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Так что Клемент Аркач у нас по рождению петербуржец. Его учителями были выдающиеся люди своего времени. Это, прежде всего, будущий ректор университета Андрей Николаевич Бекетов, кстати, дедушка Александра Александровича Блока, основатель ботаники, географии ботаники в нашей стране. И вторым человеком, который, в общем-то, всю жизнь был рядом с Клементом Аркаевичем Тимирязевым и оказал огромную роль на его дальнейшую судьбу, был великий ученый, энциклопедист, вообще его знает как профессора химии, хотя, конечно, его интересы были гораздо более шире, Дмитрий Иванович Менделеев. В то время он был доцентом Петербургского университета. Первым местом работы Клемента Аркаевича Тимирязева стала Петровская земледельческая и лесная академия. Ныне этот вуз уже в этом году, в 2022-м, будет праздновать 157-й год со своего основания, и уже шестое название будет у вуза. Ну, постепенно вот так вот история распорядилась, что исторические перемены влияли на перемены названия Петровской академии. И Клемент Аркаевич Тимирязев работал здесь 22 года, с 1870-го по 1892-й. И в честь великого ученого 10 декабря 1923 года Петровская сельскохозяйственная академия была переименована в сельскохозяйственную академию имени Клемента Аркаевича Тимирязева. Так что вот уже скоро 100 лет почти студенты, сотрудники, выпускники гордо говорят про себя, что мы тимирязевцы. И вот на этой фотографии изображен профессор Петровской земледельческой лесной академии Клемент Аркаевич Тимирязев в парадном мундире. Это была фотография сделана в 1878 году. Деятельность Клемента Аркаевича в Петровской земледельческой лесной академии была связана с кафедрой, где он стал профессором, потом заведующим. Это была кафедра ботаники и анатомия растений Петровской земледельческой лесной академии. Дело в том, что в 1890 году по политическим причинам император Александр III закрыл вуз и был уже прекращен прием новых студентов. И последнее занятие Клемент Аркаевич провел в 1892 году, это было 1 февраля, прием экзаменов. И после этого император уже запретил, когда был создан новый вуз на базе Петровской академии Московский сельскохозяйственный институт, приглашать на работу прежний преподавательский состав. Так что Клемент Аркаевич не по своей воле закончил работу в Петровской академии. Одновременно, вместе с работой Петровской академии, Клемент Аркаевич Тимирязев был приглашен профессора в императорский Московский университет. В итоге он отработал там 39 лет, с 1872 года по 1911. Вот внимательно посмотрите, пожалуйста, перед вами две фотографии. Первая это как раз Тимирязев в лаборатории Московского университета, а вторая на лекции. Все лекции он сопровождал обязательно, показав каких-то экспериментов. Это был его такой особый педагогический стиль. В Московском университете он работал заведующим кафедрой физиологии растений. Это было естественное отделение физико-математического факультета университета. И с приходом Клемента Аркаевича, естественно, на кафедре началось интенсивное изучение жизнедеятельности растений, фотосинтеза, водного режима, минерального питания и других важных проблем. Вот перед вами еще две фотографии как раз лаборатории императорского Московского университета, приборы, которыми пользовался Тимирязев. А справа фотография, это он уже в парадном индии императорского Московского университета. Это уже 1890 год. Какие же работы Клемента Аркаевича Тимирязева вошли в золотую сокровищницу мировой науки? Самой популярной и самой известной книгой Тимирязева была книга «Жизнь растения». Она была завершена 30 марта 1878 года в Петровском-Разумовском, кстати говоря. Что это за книга? В основе ее лежат 10 лекций, которые были прочитаны для широкой публики. Для широкой публики тогда это называлось «Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии», ныне знаменитый политехнический музей. Эту книгу он посвятил своему старшему брату Дмитрию. Дело в том, что у Клемента Аркаевича было 7 братьев и сестер. От первого брака 4, ну и от второго уже Садалаиды Клементевны. Его отец был дважды жена, 3 единокровных брата. И вот старший был Дмитрий, который как раз рассказал ему о физиологии растений, об основателе физиологии растений, профессоре Женевского университета Жанны Синебье. Это произвело самое такое сильное впечатление на молодого Клемента. И он вот посвятил свою жизнь изучению физиологии растений. Книга была очень популярна во все времена. Только на русском языке в нашей стране, на разных языках народов нашей страны она вышла 21 раз. И когда ее перевели на английский в 1912-м, она по тиражам опередила знаменитого билетриста Чарльза Диккенса. Значит, Клемент Аркадьевич Тимирезов был дарвинистом и всю жизнь был популяризатором учения Чарльза Дарвина. С его книгой «Происхождение видов» он познакомился еще в студенческие годы и всю жизнь мечтал о личной встрече со своим кумиром. И вот эта встреча состоялась 25 июля 1877 года. Встреча была в имении Чарльза Дарвина, в его имении Даун, графства Кент. Это недалеко, кстати, от Лондона, примерно, и говоря современным языком, 60 километров. Обратите внимание на фотографию. Тимирезов и Дарвин беседуют не в кабинете, не в домашней обстановке. Они находились в оранжереи Чарльза Дарвина. На старости лет Дарвин занимался насекомыми и ядными растениями. Очень любезно принял молодого, ну как молодого, ему было 34 года, тогда российского ученого. Беседа была больше двух часов. Кстати, Тимирезов, как популяризатор науки, он обладал очень легким слугом, подрабатывал многими статьями в периодических изданиях России. И вот в русских ведомостях опубликовал очерк о впечатлениях, о встрече с Тимирезом Дарвином. Климент Аркадьевич Тимирезов активно участвовал в выставочной деятельности в нашей стране. Вот в частности, очень активно он принимал участие в 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Это был 1896 год. Он специально построил так называемый вегетационный домик и выступил там с показом опытов с минеральными удобрениями. Для чего нужны были вегетационные домики? Ну, это практически современные теплицы. Для того, чтобы искусственно можно было выращивать в нашем климате те продукты, которыми сегодня пользуемся каждый день. Огурцы, помидоры, зелень, петрушка и так далее. Кстати говоря, вот этот вегетационный домик, на который вы смотрите, он сегодня сохранился. Он находится в Тимирязевской академии. По адресу улица Тимирязевская, дом 49. И его долгие годы использовал ученик Тимирязева, великий академик, основоположник Аграхимии в нашей стране Дмитрий Николаевич Прянишников. А Климент Аркач был очень широко разносторонне одаренным человеком. Поскольку он читал свои лекции и показывал, точнее, эксперименты, ему очень близки были различные технические новинки. В частности, использование фотографии при чтении своих лекций. Он вообще считал, что фотография – это очень такое демократичное изобретение, им надо активно пользоваться. И он даже придумал специальные приборы для того, чтобы удобнее было проводить свои съемки. Это прибор для зажима книг при фотографировании иллюстрации, называется он фето-микрометр, и увлечительный аппарат для печати снимков. Постепенно он приобщил к увлечению фотографии своего сына Аркадия. Аркадий, кстати, тоже был студентом Московского университета, он закончил физическое отделение, стал физиком, потом будет зав. кафедра истории физики Московского, уже государственного университета. Поскольку Тимирязев был блестящим писателем, он имел очень легкий слог, он как раз публиковал популярные статьи о фотографии в специализированных изданиях, ну вот фотографа, фотографическое изображение. Вот выглядитесь даже в название статьи Тимирязева. Они уже говорят о том, что это ботаник писал эти статьи, не просто фотограф. Фотография в природе и фотография в природе, фотографии и чувства природы, цвета и краски в природе и фотографии, конечно, фотография растений и фотография в растении. А вот на этом снимке Климент Аркадьевич Тимирезев на отдыхе в местечке Мерекюля, это на берегу Финского залива, фотографии 1895 года. Как я уже сказала, Климент Аркадьевич активно использовал фотографии в своей научной деятельности, в работе. Вместе с сыном они участвовали на Нижегородской художественной промышленной выставке 1896 года. И вот за свои работы они были там награждены серебряными медалями. Вот вы можете посмотреть на билет русского фотографического общества, который получил Климент Аркадьевич 4 сентября 1894 года. Кстати, потом он был член управления этого общества. Рядом слева это фоторамка, на которой они представили отец и сын Тимирезеве, 19 фотографий Европы как результат своих путешествий. А внизу слева это уже приборы, которыми пользовался и сам Тимирезев, и его сын Аркадий. Сохранилось около 10 фотоаппаратов, причем самых лучших фирм мира. Вот сегодня в музее у нас сохранились, например, фотоаппараты фирмы Кодек. А не менее интересная и личная жизнь Климента Аркадьевича Тимирезева. Он был не только великим ученым, но и великим влюбленным, если так можно сказать. Его личная жизнь была полна страстей, каких-то там метаний. Дело в том, что 14 августа 1877 года Климент Аркадьевич Тимирезев в Петровско-Розумовском на ступенях церкви, кстати, которой уже нет Петра и Павла, познакомился с своей будущей супругой Александрой Алексеевной. Она носила фамилию Готфальд и была урожденной ловейкой. Ему нетрудно догадаться, что она уже была замужем. И вот эту любовь к Александре Алексеевне Климент Аркадьевич пронес через всю свою жизнь. В начале романа Тимирезеву было 34 года, Александре Алексеевне 20 лет, у него была разница 14 лет. И Тимирезев написал свою книгу «Основные задачи физиологии растений». И вот вклеил в эту книгу стихи, он у нас стал сочинять стихи, посвященные любимой женщине. Они звучат очень красиво. Мне особенно нравятся последние строчки этого небольшого стихотворения. «Но лишь твои я вспомнил ласки, но лишь твои увидел глазки, я понял, жить значит любить». И подписался шуточным семейным прозвищем «Глима». Мама его вообще называла от слова Клименти, естественно, Клима, но как-то в семье так буквы «К» заменили на «Г», и он подписывался «Шурочкин Глима». А у Александры Алексеевны были двое детей от первого брака. Ее муж был доктором Петровской земледельческой лесной академии. Она рано вышла замуж, в 18 лет. Значит, первого сына, вот тут видно, слева от нее это Алексей, она родила в 19 лет, а спустя 2 года она родила дочку Любу. И, к сожалению, в те времена, в 1878 году, расторжение брака было практически нереально, тем более, что ее супруг Эдуард Алексеевич категорически был против расторжения брака, отказывался дать развод, он считал, что в семье двое детей, это вообще недопустимо. Да, честно говоря, его и отговорили его знакомые. Таким образом получилось, что Климент Аркадьевич и Александр Алексеевны, влюбленные друг к другу, жили как бы в незаконном браке. Сегодня это называется гражданский брак, тогда назывался незаконное сожительство. И так продолжалось 34 года, с 1878 по 1912. Наконец, Эдуард Алексеевич, первая супруга Александра Алексеевны, скончался в 1909 году, и влюбленные смогли пожениться. И вот существуют какие-то документы, с помощью которых мы можем весь драматизм этой ситуации понять, почувствовать. Сохранились письма Тимирязева отцу своей любимой женщины, они пронизаны, в общем-то, такими страстями, что просто вообще слезы наворачиваются на глаза, когда ты их читаешь. А здесь на фотографиях Тимирязева уже вместе в Петровско-Разумовском, там, где начинался их роман. В 1880 году Александра Алексеевна родила Клименту Аркадьевичу, сына Аркадия. Он проживет 75 лет, умрет он в 1955 году и будет известным физиком. Он закончит физическое отделение физико-математического факультета Императорского Московского университета и будет заведовать кафедрой истории физики. А вот когда он родился, возникли проблемы, потому что Климент Аркадьевич не мог его усыновить. Юридически у него не было на это никаких прав. Вот в течение 8 лет Аркадий числился просто найденышем. У него не было даже отчества, фамилии. Только спустя 8 лет Климент Аркадьевичу Тимирязеву удалось его усыновить. Это были очень такие драматические моменты в жизни влюбленных. И, соответственно, поженились в Тимирязеве только после смерти первого супруга Александра Алексеевна в 1912 году. Значит, получается, 34 года они жили в незаконном браке, только 8 лет в законном браке. А вот как раз про эту драматическую историю любви здесь очень хорошо показано. Высочайшее разрешение получил Тимирязев от императора Александра III усыновить найденыша. Ну, в общем, найденыш был законным, таким родным по крови, обожаемым ребенком Климент Аркадьевич Тимирязевым. И вот здесь вы видите Аркадия и с отцом, и с мамой, и в Ялте они вместе отдыхали. И когда уже подрос Аркадий, вот здесь вот фотография как раз справа. Вот видите, уже Климент Аркадьевич у нас палочкой станет. Это уже после инсульта было в 1909 году. Но до конца жизни Климент Аркадьевич, несмотря на то, что он был полупарализован, не прекращал свою научную работу. А последние 21 год своей жизни семья Тимирязевых проживала в Шереметьевском переулке. Сегодня это романы в переулок. Вот как раз вы видите вход в музей, мемориальный музей квартиры Тимирязева. Это был доходный дом графа Александра Дмитриевича Шереметьева. И он находился прямо напротив церкви, роскошной совершенно церкви. Она сейчас в блестящем состоянии, очень хорошо отреставрирована. Церковь иконы знамений Божьей Матери, что на Шереметьевом дворе. Адрес музея Романов, переулок, дом 2, корпус 2. Так что милости просим, приходите. Первым директором мемориального музея квартиры Тимирязева была сотрудница Государственного биологического музея имени Тимирязева Евгения Владимировна Полосатого. Она прожила долгую жизнь и вот работала 14 лет сотрудником биологического музея. Так получилось, что в годы Великой Отечественной войны сын Тимирязева Аркадий уехал в эвакуацию в Ашхабад вместе с Московским университетом. И он как бы попросил директора биологического музея Заводовского, чтобы Борис Михайлович как бы взял шефство над квартирой Климента Аркадьевича Тимирязева. И поэтому таким образом музей квартиры Тимирязева мемориальный стал как бы филиалом биологического музея. И вот вы видите здесь фотографию памятника Климента Аркадьевича Тимирязева в суровые годы осени 1941 года. Рядом стоит зенитная батарея противовоздушной обороны Московского военного округа. И первым директором музея, как я уже сказала, была Евгения Владимировна. Она проработала во главе музея нашего 36 лет. Как я уже говорила, создание музея квартиры как филиала биологического музея были личным пожеланием сына Тимирязева Аркадия. Вот здесь на фотографии как раз видно, как Аркадий Климентович вместе с Евгением Владимировной Полосатовой работает над архивом своего отца. Но после того, как музей был создан 26 мая 1942 года, спустя 4 года музей перешел в подчинение уже сельскохозяйственной академии имени Климента Аркадьевича Тимирязева. Вот таким он и продолжается до сегодняшнего дня. И вот вы видите первый директор Евгения Владимировна Полосатова, она за своим рабочим столом. Ну а в последние годы жизни, тут вот рядом последние уже фотографии, она вообще работала почти до последних дней в музее. Она прожила 82 года, так что, в общем, совершила своеобразный трудовой музейный подвиг. В нашем музее 6 комнат. 5 из них являются мемориальными. Главная комната, куда все заходят первым делом посетители, это, конечно, гостиная. Она же столовая, она же рабочий кабинет супруги Тимирязева Александра Алексеевна. Вот первым делом, посмотрите, пожалуйста, вы видите большой обеденный стол, покрытый белой скатертью. Вот за этим столом Тимирязев принимал своих друзей, своих коллег. Кто это был? Что это были за люди? Ну давайте я вам просто назову несколько имен. Дмитрий Иванович Менделеев, Лев Николаевич Толстой, Максим Горький, Василий Дмитриевич Поленов, Исаак Ильич Лилитан, Аполлинарий Михайлович Выснецов. Так что вот такие люди окружали Климента Аркадьевича Тимирязева. Кабинет Тимирязева. Кабинет Климента Аркадьевича – это сердце нашего музея. С этого, в общем-то, все начиналось. Его рабочий стол, его уникальная совершенно библиотека, она была 6 тысяч книг, насчитывала сегодня уже поменьше, 4,5 тысячи, полторы тысячи. Аркадий передал фундаментальной библиотеке Московского университета, когда выезжал на эвакуацию в 1941 году. Но вот тут есть три любопытные фотографии. Вот посмотрите, пожалуйста, крайнее правое. Это фотография восьмитонного собрания сочинений Вильяма Шекспира. Дело в том, что Тимирязев питал какую-то слабость к таким миниатюрным сувенирным изданиям. Пользоваться ими, конечно, было не очень удобно в повседневной жизни, но у нас вот есть это уникальное издание. И, кстати, если вы придете в гости в мемориальную квартиру великой балерины Галины Сергеевны Улановой, вы тоже там найдете такое же издание, которое англичане подарили в 1956 году после ее дебюта на сцене Ковид-Гардена в балете Прокофьева «Ромео Джульет». Естественно, она исполняла роль Джульетты. И вот тут еще один интересный такой у нас снимок есть. Это этажерка. Этажерка для британской энциклопедии 1911 года. Это был специальный заказ Климента Аркадьевича Тимирязева. Энциклопедия была в 28 томах. Вот видите, на первой полочке 14 томов, ну и на второй тоже 14. Вот это сегодня можно посмотреть у нас в музее. Сегодня, в 2022 году память о Тимирязеве выжила. В Москве, на Тверском булеваре, можно посмотреть на памятник Климента Аркадьевичу Тимирязеву. Он был открыт 4 декабря 1923 года. Построен он был по проекту очень известного советского скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. И здесь перед вами Тимирязев предстает в мантии, почетного доктора Кембриджского университета. Обратите внимание, у левой ноги мантии осколки. Это следы от бомбежки Москвы осенью 1941 года. Вот так вот решили оставить памятник, чтобы видно было, как воевал в Великую Отечную войну памятник Климента Аркадьевича Тимирязева. А внизу это бюст Климента Аркадьевича Тимирязева. Он был установлен в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева в 1929 году. Автор этого бюста – скульптор Марья Михайловна Страховская. Сегодня он украшает так называемую Тимирязевскую площадь нашего вуза. Ну и наконец в Москве, в москвичи, все знают станцию метро Тимирязевская. Она была открыта в 1991 году. Разумеется, Государственный биологический музей имени Тимирязева. Он носит это имя с 1922 года. Вот тут панорама нынешнего Российского государственного аграрного университета носит сегодня имя Тимирязева. Вот такие вот целые здания. У нас тут конец 18 века, конец 19 века зданий. И даже лунный кратер носит имя Климента Аркадьевича Тимирязева с 1970 года. Ну и наконец, Мемориальный музей квартиры Тимирязева включен в список памятников культуры общесоюзного значения. Он находится в списке лучших музеев мира, справочники культурного учреждения мира. И с 2012 года, вот уже практически 10 лет, музей передан в оперативное управление Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.